Зависть Сейчас поговорим о зависти. Зависть всё-таки это глубинное свойство души. Это уже не феномен. В большей мере не проявление зависти. Мы не так часто видим, чтобы человек говорил, вы знаете, я завидую Иванову, или Петрову, или Сидорову, я хочу у него отнять жену, или машину, или дачу, хочу, вот он у него рост там 180, а у меня только 170, и я вот ему так завидую. Мы этого не слышим, мы этого не видим. Но такие вещи происходят в душах людей. И как священник, принимающий исповедь, я могу это засвидетельствовать. Это частое, распространённое и болезненное состояние души. Десятая заповедь Моисеева закона, если помните, не пожелай жены ближнего своего, вала ближнего своего, дома ближнего своего. А что значит не пожелай? Ведь желание, природные качества, у меня может быть желание есть или спать, которым я не управляю. И также в точности желания недобрые, вот эти, так сказать, вредоносные наши страсти, надо этим желанием ставить заслон. Надо видеть их зловредность, надо видеть их вирулентность, говоря языком медицинским, и, обнаружив их, ставить им препятствия, не пускать их в ход, не принимать этот помысел зависит, опять же, говоря языком святоотеческим. Если я понимаю, вот посмотрел, смотрю, у него ботинки какие, у меня-то такие слабенькие, у него-то какие хорошие. Как только у меня эта мысль появится, я скажу сам по себе, опять-таки, идея совершенно лишняя, ненужная, вредная и пустая, абсурдная. И мне уже легче, когда я спрошу Господа помощи в отторжении этого завистливого помысла. И замечательная притча, я уж не знаю, никуда тоже она взялась, как анекдот звучит, какому-то человеку явился сам Господь и говорит, ну ты такой хороший, благочестивый, исполни твое желание. Ну только учти, что вот, что ты попросишь, соседу твоему я дам вдвое. Он задумался, говорит, Господи, давай выбьи мне глаз. Вот. А вот это, значит, достаточно типичное проявление, уже проявление зависти. Но заметьте в разговоре между человеком и Богом. Между человеком и Богом. Заметьте также, что апостол Иоанн Богослов, когда описывает в кратких словах в своем первом послании греховный мир, вот этот вот мир зла, он сюда вносит, говорит о зависти. Похоть плоти, похоть очес, похоть очей, что такое похоть очей, как не зависть. И гордость житейская. Вот эти три элемента часто в святоотеческих трактатах, в высказываниях мы видим, как православная мысль именно фиксируется на вот этих трех элементах. Похоть плоти, понятно, что такое. А вот зависть, оказывается, становится такой, как бы, форпостом сатаны в нашей душе. В нашей душе. И для преодоления этой зависти приходится работать иногда очень серьезно. Иногда, вот так вот, как я сказал, трезвую мысль открыть свою душу Господу, и все сразу исчезает. Иногда, я должен вас предупредить, эти завистливые состояния, завистливые помыслы перерастают в настоящую страсть, вот буквально до параноидальной навязчивости. Я таких людей знаю. К сожалению, встречал и в переписке просто болезненное состояние. Люди приближаются уже к психопатологии. Человек живет, год за годом в состоянии, почему вот у меня так, а у него эдак. Если, скажем, она, женщина, допустим, она не замужем, вот у нее навязчивая мысль, что вот ей Бог несправедливо ее лишил замужества. Если она замужем, то почему у нее муж такой, а не эдакий? Повод всегда найдется. Вы понимаете, зависть устроена удивительным образом. Предмет для зависти найдется всегда. Насытить зависть невозможно. в принципе, чем, между прочим, в чем преимущество богатых стран. Вот у нас наши неразумные наши соотечественники нередко говорят, ну, почему у меня пенсия там пять тысяч рублей, а у него вот дом, дача там трехэтажная. Как это плохо, как это несправедливо, вся жизнь у нас устроена неправильно, вся у нас страна не такая, как нужно. А в странах более богатых и более установившейся такой нормальной жизнью, у этого трехэтажный дом, у этого тридцатиэтажный дом, у этого двадцать тридцатиэтажных домов и так далее. И всем становится понятно, что мысли эти совершенно никуда не ведут, они пусты и никчемные, никому, в общем, ни к чему не приводящие. Гораздо, ну, почва, социальная почва, как ни странно, в богатых странах более благополучно для устранения зависти. Ну, я надеюсь, что наша страна, потихонечку выходя в норму социальной, гражданской, экономической жизни, тоже даст людям такую возможность. Главное для человека, для избавления зависти, обнаружить этот яд в своей душе. Обнаружить его. Знаете, ну, вот буквально, тоже как в медицине. Пока, если яд на меня действует, а мой организм сигнала не дает, что это яд, ну, значит, я уже иду понятно куда. Если организм сигнализирует, что это яд, значит, что-то произойдет. Либо меня стошнит, либо еще что-то будет. И при обнаружении яда действует сила иммунитета, и человек освобождается от этого яда. Вот это самое главное. Вот это самое главное. Что это такое? Покаяние. Покаяние. Человек тоже. Обнаружить себе грех, обнаружить себе грех, и дальше начать от него избавление. Пару слов о том, кому завидуют. Здесь уже подход немножко другой. Опасно. Если я знаю, что мне кто-то завидует, вы знаете, ситуация опасная. Вспоминаем Шекспира, скажем себе, от Элла. Вот. Может быть, очень плохо. Если я эту зависть не обнаружу и не начну правильно позиционировать себя, или свою жену, или своего мужа, или свое там социальное положение, или свое служебное положение, могут быть очень большие неприятности. Потому что завистник, если неправильно с ним обойтись, или игнорировать его, или только хуже его раздразнить, может пойти на что угодно, вплоть до преступления. Вспоминайте, вот, Яглой, Отеллой и так далее. Поэтому надо, с одной стороны, просто строить оборону, знать, откуда ждать удара, грубо говоря, с какой стороны может тебя подрезать. А с другой стороны, можно и идти на некоторые, ну, так сказать, шаги умиротворения. Можно этому завистнику подложить какую-нибудь сладкую пилюлю. Вполне. Вполне, снисходя к его немощи. Если вы видите, что он чему-то завидует, ну, скажите ему какой-нибудь комплимент. Или как-то его утешите, не подавая виду, что вы знаете о его зависти. Ну, если он завидует вашему здоровью, например, пожаловаться ему о своей болезни. Если он завидует вашему богатству, сказать, вы знаете, сейчас большие трудности, сейчас очень тяжело стало, вот, не знаю, налоги платить просто. Вот так уже. И, не могу сказать, что это уж прямо так исцелит его, но, знаете, это как болеутоляющее. Когда у кого-то болит голова, одно дело его лечить всерьез, а другое дело дать таблетку анальгина. Таблетка анальгина его не вылечит, но ему немножко поможет. Вот примерно такой подход у нас и должен быть. Спасибо.